Пандемия заставила всех нас изменить привычки, особенно в шопинге. Например, девушки перестали скупать яркие помады. Этой весной они внезапно стали не нужны. Моду захватывают другие тренды. Все, независимо от пола, возраста и предпочтений, покупают маски. Потому что быть немодным нынче опасно для здоровья. Я считаю, нужно обязательно. Все-таки меньше распространяется коронавирус. Я так считаю, чтобы все носили. Я за это. Встречаются, в общем-то, и те, кто упорно игнорирует тренды. У скептиков есть свои причины не носить маски. И уж, конечно, для них это всегда важнее, чем здоровье окружающих. Маска дома. Почему не носит? Потому что дома вышла на пять минут, зачем носить. Я не контактирую с таким количеством людей. Такая мода мера вынуждена. Ведь на Ставрополе действует обязательный масочный режим. Все должны носить средства индивидуальной защиты. Особенно там, где соблюдать социальную дистанцию не так-то просто. В магазинах, в транспорте, в больницах. Тем, кто в пользу масок не верит, отвечают врачи. Это ошибочное мнение. Это заблуждение наших обывателей. Потому что, конечно, маска нас защищает. Ведь в настоящий момент единственное, что может нас защитить, это соблюдение правил личной гигиены и надевание, использование вот такой одноразовой маски. Другой вопрос, что маску носить надо правильно. Тогда она будет полезна. Перед тем, как надеть маску, обратите внимание на три пункта. Первое правило – нос и рот должны быть закрыты. Второе – маска должна прятать подбородок. Третье – ее надо тщательно закреплять по бокам, чтобы не было зазоров. Снимать ее нужно тоже правильно. То есть мы ее снимаем вот так, и мы должны вот так ее снять. То есть не допускается снятие ее. Обязательно необходимо внутренней поверхностью, наружной поверхностью не прикасаться к лицу. Ставропольцев призывают подумать, если не о других, то о себе. Ведь с каждым днем появляются новые случаи заражения. Вирус любит халатность. И пока она есть, инфекция не отступит. Уважаемые друзья, я призываю вас соблюдать меры безопасности. Соблюдать масочный режим, введенный на территории края с 18 мая. Берегите себя, соблюдайте социальные дистанции. Ты узнаешь ее из тысячи. По словам, по глазам, по голосу. Авторы этой песни 20 лет назад словно заглянули в будущее. Они будто знали, что в 2020 году люди скроют свои лица под маской и узнавать друг друга станет сложнее. Хотя, может быть, так оно и лучше. Ведь мы меньше стали обращать внимание на внешность и больше сосредоточились на важных вещах. Например, на том, чтобы слышать и слушать друг друга. Джамиля Еврагимова, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение.